Братья и сестры, я вас приветствую, любовь к Иисусу Христа. Меня зовут Павел, я тоже вот в молодежи. Всю жизнь у меня как-то получается с молодежью, поэтому, когда мне раньше спрашивали, когда будучи руководителем молодежи, кого ты считаешь молодым? Я говорил, тот, кто себя считает молодым, тот и молодежь. А возраст тут ни при чем, правда же? Что наши годы по сравнению с вечностью? Поэтому, молодежь, я вас сердечно приветствую, будем слушать Слово Божие. Вот знаете, как-то сидел с братьями, разговаривал, рассуждаем. Наверное, Брянск у вас первый раз. Может быть, с другой церкви были? Ну вот мы с первой церкви, наверное, не были, потому что, вспоминаю, мы вот дружим с Майкопом, с Гастагаевской, с Таврополь. А вот Краснодар как-то проезжали мимо. Ну, надеюсь, какие-то у нас будут контакты. Ждем ответного визита. Пожалуйста, приезжайте. У нас каждый год проходят крупные такие мероприятия, конгрессы, фестивали. Ждем вас, пожалуйста, братья, молодежь, приезжайте. Прочитаю текст Священного Писания с Исхода, книга Исход, 20 глава, 8 стих. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а в день седьмой суббота Господу. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Текст из десяти заповедей, братья и сестры. Господь дал десять заповедей народу израильскому. Вот это одна из них. Я думаю, многим из вас, и мне в том числе, задавали такой вопрос. Почему мы не празднуем субботний день, а вот воскресенье? Ну, мы говорим, что вот Христос воскрес, поэтому воскресенье мы служим Господу. А суббота – это другой день. И есть некоторые вероучения, которые чтят день субботний. Ну, когда у них спрашиваешь, почему, то там трудно. Они отвечают, ссылаясь просто на заповедь Божию. Я хочу сегодня порассуждать именно вот об этом, о субботнем дне. Дело в том, что народ израильский, и уже при Христе, когда фарисеи, книжники, саддукеи, священники, тоже внимания большое уделяли почему-то именно вот этой заповеди. Ну, заповедей было же много, кроме дня субботнего, еще девять заповедей. Но почему-то они и убивали. Ну, мы знаем, ну, ближайшая такая ситуация со Стефаном. Да, взяли и убили. Ну, заповедь же не убей. И другие случаи были. Не пожелай. Желали и забирали. И много. Вот если я просматривал так заповеди, знаете, почти все они нарушали. Даже такая заповедь, возлюби Господа Бога своего. И то, если вот смотреть разговор Христа с юношей, вот, который был богатым и хотел пойти с Господом, да, но сказал, я все соблюдал. И Христос предложил ему что? Разноимение. То есть, исполни первую заповедь. Возлюби больше Господа Бога твоего, более того, что ты имеешь. Нет, у него не получилось исполнить первую заповедь. А вот насчет дня субботнего, это они были специалисты, вообще Бог дал народу израильскому постановление, законов, приблизительно, ну, где-то 600 постановлений. И с течением времени еще было добавлено приблизительно столько же. И мы знаем, что народ просто, когда приближалось субботу, народ страдал от этой субботы. Это был не день благодарения, не день покоя, был день какого-то ужаса, чтобы, не дай Бог, что-то не нарушить. Потому что надо было обязательно, там, помните, день субботний, такое выражение, он составлял приблизительно один километр или две тысячи локтей. Почему? Потому что, когда народ израильский выходил из Египта, была построена скиния, и там находился Моисеевский скини, и вот эта скиния была вне стана. Так вот, от стана до скиния было две тысячи локтей, ну, приблизительно один километр. Вот это был субботний путь. Но, ну, вдруг надо пройти дальше. Что делали они? Ну, сделали так, что если ты в четверг или в пятницу там продукты где-то спрячешь в конце этого пути, то ты пройдешь километр, можно остановиться, покушать, и еще можно километр пройти. Это уже будет путешествие. Ну, нельзя было путешествовать на осле, на лошади, на коне верхом. Нельзя. Но если на коня или на зла положить мех, мешок с водой, садишься на этот мех, это уже путешествие на воде. Это уже можно было путешествовать. Ну, таких было причуд, извините, очень много. И все это запомнить было очень сложно. И народ боялся просто выйти из своего дома. Лучше уж как-нибудь дома побыть, иначе отлучат от синагоги. А это то же самое, что потерят гражданство. Очень был сложный день. И вот этот день покоя превратился в тяжелый день. И вдруг пришел Христос. Ученики, дяд колосья. А это такая работа смертельная для фарисеев была. Христос исцеляет. В субботу, представляете? В субботу человек здоровье получил. Как можешь. И уже исцеление к работе приписали. Как можно, нельзя. А Христос говорит, для меня всегда это было загадкой. Я пришел не нарушить субботу, а исполнить. Я вот думал, как так, Господи? Ну, ты же исцеляешь, ученики, ты что-то делаешь. Как ты исполняешь субботу? По фарисейским правилам ты нарушаешь ее? И так они понимали. Это был страшный грех. Да, убивать можно. А вот субботу, вот это была проблема. Что им сказал Христос, братья и сестры? Я буду чуть-чуть сокращать, потому что время надо хору дать. Что сказал Христос? Итак, можно в субботу делать доброе. Это Матфея, 12 главе. И еще. Что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Почему я о субботе сегодня, братья и сестры? Вопрос такой. Скажите, мы исполняем субботу или нет? Я не субботник, сразу говорю. Исполняем или не исполняем? Ну, два мнения, как я понимаю, всегда есть. Не исполняем и исполняем. Вернемся к тексту, который я прочитал. Нет уже, братья, если можно. Христос или заповедь Божия была какая? Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Суббота – это покой, шаббат. Переводится, прямой перевод, покой, отдых. Шесть дней Бог творил землю. Так написано. А в седьмой почил. Что такое почил? Отдыхал. То есть Бог устал. Шесть дней творил. Ну, я представляю, Вселенную, Сусу, творите, растения, животные. Бог устал. Надо было отдых. Ну, как и мы, в принципе, бывает. Или не так как-то. Не получается. Правда же, к Богу вот отдых. Получается, что если Бог отдыхал в седьмой день, то сейчас Он тоже в седьмой день отдыхает, братья и сестры. Пожалуйста, в субботу не молиться, не беспокоить никого, потому что отдыхает. Я, извините, вот за такую немножко вольную, может быть, интерпретацию. Почил, слово почил, не означает отдыхал. Буквально слово перестал творить. Этот день Бог оставил себе. Он для нас перестал творить. И оставил себе. Бог сказал, день седьмой мой. Мой. И когда была установлена неделя, Бог дал шесть дней работайте, зарабатывайте, кушайте, ешьте, пейте, делайте все для себя. А один день мне. Мне его отдайте. Поэтому и в десять заповедей была включена вот эта заповедь, почитай день субботний. Потому что Бог его оставил для себя. Смотрите, здесь слово такое. И осветил его. Ну, что такое святое? Это отделенный, правда же? Отделенный от мира для Бога. То есть это принадлежная собственность Бога. Так вот, Бог этот день отделил от других. И Бог сказал, это мое. Осветил его. Он оставил его себе. И сказал людям. И вы, пожалуйста, работайте шесть дней. Но один день мой. Посвятите его мне. Ну, нигде я не нашел такого, что, пожалуйста, в этот день спите, лежите, на собрание не ходите, в храм тоже не ходите или ходите, я не знаю. Нет, Богу отдайте этот день. И когда Христос пришел, исцелял человека, врачевал, для кого это делал? Это была слава Богу, правда же? Это был Божий день. Христос. Христос в субботу делал добро. Христос в субботу посвящал его Отцу своему не для своей славы, не для своей какой-то выгоды, а для славы Божией. Поэтому Христос сказал, я соблюдаю субботу. Я ее соблюдаю, я исполняю ее, потому что я делаю этого слава Господа. Как-то, ну, еще будучи молодежью раньше, поехали мы в одну деревню. Там небольшая церковь была, несколько бабушек. Зимой дело было. Мы пришли, провели служение, потом нас накормили борщом. И уезжает нас электричка. Еще время было до электрички, бабушка говорит, братики, мне вот такая нужда, мне нечем топить, дров нет. Вот соседи притянули несколько хлыстов, ну, бревья, деревья этих, березы вот на улице. Другой сосед попилил. Теперь вот приедьте как-нибудь, накалите нам дров, ну, чтобы мне зимой вот топиться. Ну, я так подумал, ну, когда мы приедем? Понедельник начинается, вся неделя для себя, да? Когда собрать, как народ? Ну, говорю, Господи, а что бы сделал ты, вот если бы ты здесь был? Я понял, что Христос бы взял топор и пошел бы колоть дрова. Ну, Господи, говорю, мы помолились, бабушка нам нашла по соседям топоров, сестры взяли там рукавички, какие-то перчатки, братья колят, сестры носят. Ну, через два часа мы все эти бревна покололили, перенесли. Знаете, собралась вся деревня. Ивановна, это что, родственники твои приехали? Да, говорит, плачет бабушка, родственники. Мы пели и говорили людям о том, что Бог у нас отец. Вот это вот исполнение субботы. Вот это исполнение субботы сделает другому что-то хорошее и лучшее во славу Божию, братья и сестры. Какое отношение к нам это имеет? Я прочитаю текст. Буквально несколько. Одно предложение. А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, «Я поклялся гневе моим, что они не войдут в покой мой». Это идет об израильском народе. А кто входит в покой? В покой входим мы, уверовавшие. В субботу Божию, братья и сестры, когда пришел Христос, и Он воскрес, умер и воскрес, то все дети Божии, верующие в Иисуса Христа, входят в покой Божий. То есть становятся принадлежностью Бога. Дети Божии – это принадлежность Бога. Церковь Христова – это собственность Бога. Когда мы принимаем крещение, хор поет, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, оделись». Я во Христе. Так я должен понимать. А если я во Христе, то в чем я нахожусь? В покое. Правда же? Христос – покой. Я в Нем. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Не успокою там временное какое-то, что-то, депрессия какая-то. Нет. Вы войдете в мой покой. Вы всегда будете со мной. Не в одну субботу, братья и сестры. А и понедельник тоже, и среда, и четверг, и вторник. Покоя. Мы вошли в покой Божий. И мы принадлежность к Христам. Для нас теперь суббота – это каждый день недели. Всегда суббота у нас. Всегда покой Божий, потому что мы в Нем. Поэтому и жизнь должна соответствовать этому покою. Не только в субботу делать добрые дела для славы Божьей. Не для себя, а каждый день. Потому что мы уже не свои. Мы принадлежность Бога. Мы Его собственность. Как бы это ни звучало, может быть, для кого-то странно. А это радость. Потому что мы находимся в Его покое. И в связи с вот этой вот сейчас, с нынешней обстановкой, и в стране, в нашей, и в других странах, люди теряют покой. Правда же? И верующие в том числе. Страх появляется, которого не было. Страх за завтрашний день. Страх за родных и близких. За тех, кто, может быть, попал куда-то в ситуацию тяжелую. Потому что Бог говорит во мне, и я вокруг вас. Доверьтесь мне. Просто доверьтесь. Как дети доверяются Отцу. Я беру вас. Я взял вас на руки. Я вас веду. И все заботы ваши возложите на Него. Есть ли какие-то проблемы? Если это... Неужели Бог об этом не знает? Неужели Бог желает, чтобы мы были в таком каком-то стрессовом состоянии? Нет, братья и сестры. Мы в Его покое. Поэтому надо ли нам соблюдать субботу один раз? Не надо. Мы соблюдаем ее каждый день. Или, по крайней мере, должны соблюдать. Воскресенье мы празднуем. Потому что без воскресенья не будет субботы. Для воскресенья для нас наиболее важный праздник. Потому что именно через воскресенье Христово мы воскресаем вместе с Ним. И обретаем покой во Христе. Пусть Господь благословит нас. Быть благодарным нашему Богу, что Он ввел нас в свой покой. И находясь во Христе, мы исполняем субботу полностью. Не так, как евреи. Один день для Бога, остальное все для себя. Нет. Наша жизнь все для Господа. Пусть так будет в нашей жизни. Пусть Господь будет прославлен во всем и в нашей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok